приветствую вас друзья вы на канале все для клёва сегодня 3 декабря 2018 года такая у нас сейчас речка днестр покрыта снегом да нет пока такая зале тишина умиротворенность такое состояние спокойствия рыбаков нет один я здесь какие-то следы были видать ходили тут ребята может щучку гоняли но тем не менее застывшая природа ветра нет туман такой наверное будет теплее сегодня то есть сейчас пока минус три скорее всего будет теплее раз туман без рыбалки невозможно этот как пересидеть этот сезон зимний не знаю честно говоря но я приехал закинуть пару удилищ посмотреть какая ситуация на водоеме в одной вам рассказать буду испытывать и новую прикормку от фирмы и подсекай по холодной воде бетаин такая и мотыль насаживаю крючок буду опарыша такой жирненький хорошенький мне попался вот сейчас смешаю и попробуем куда поймать набрали водички сейчас завершаем она получилась такая темноватая раз по моему то что нужно потому как мотыль вот такой бурого цвета бетаин такой терно-зеленого и смешалось получился такой вариант ох водичка холодненькая углу чуть-чуть и конечно переувлажнил елки-палки какая есть немножко на такая тяжеловатая получилось ну посмотрим как будет ну что же прикормка вымывается это уже хорошо друзья буду ловить сегодня на inline моя кормушка поставил 80 грамм вот течение небольшое поэтому думаю достаточно будет бусинка отводик сразу и поводок сантиметров 40-50 на такую снасть буду ловить на обоих удилищах одно закинуть поближе другой подальше кстати друзья хочу показать вам один вариант как на волосяную оснастку и карповый крючок одеть и много опарышей ну на толстый крючок вы же понимаете что одеть опарыша практически невозможно потому что он разрезается лопнет и вытечет буквально сразу вот и чтобы этого не произошло можно воспользоваться таким хитрым способом берем иголку для инъекций в принципе любую чем тоньше тем лучше вот и сначала мы берем леску леску и проталкиваем ее в иголку может отсюда вытаскиваем полностью вытаскиваем ее сжало иглы и начинаем протыкать наших опарышей 1 2 3 так можно сделать сколько угодно и конечно скажу я такой способ в зимнее время конечно не очень эффективный потому что карпы уже все спят вот на весну на осень конечно было бы очень эффективно ну в принципе достаточно у нас тут 6 штучек опарышей вот теперь мы просовываем нашу леску вот она и на нее аккуратненько мы снимаем вот она вот они вы видите опарыши на леске получились теперь продеваем леску волосяную оснастку и вяжем обыкновенных там пару узлов 1 все лишнее лески отрезаем и у нас получился вот такой красивый вариант опарыши на волосяной оснастке так что друзья думаю что весеннее время это это будет очень эффективный вариант для ловли 1 карпа сейчас конечно это не совсем эффективно в мертвый сезон на реке днестр ловлю на два своих любимых удилища вот такая да импульс и альбатрон это рабочая лошадка такая которая может бросать кормушки до 160 грамм а это такая более изящная более мягкая до 120 грамм максимум вот сегодня ловлю на кормушку 80 грамм получается в середине где-то теста так что комфортно ловить и тем и тем удилищем да кстати друзья хочу рассказать вам на что же все таки ловили ребята если вы видели прошлое видео там где поймали они карпа на 6 килограмм в конце ноября месяца уже решила рассказать всем чтобы все были в равных условиях нашел кукурузу продала такая большая была ну то есть ее видать что варили и она была не резаная а лущеная кукуруза поняли но честно говоря я даже ее раскрыл семя это раскрыл понюхал даже честно говоря попробовал запах был чеснока то есть на кукурузу с чесноком ребята поймали карпа в ноябре месяце конце ноября месяца такого килограмм на 8 так что теперь вы знаете этот секрет все дедушка днестр дам сахар дам сахар давай кого-нибудь хоть покажи мне ну не может быть так чтоб вообще ничего не было друзья такая получилась у нас рыбалка 3 декабря 2018 года конечно хотелось бы что-то лучшего но как говорится что маем это маем можно было конечно взять спиннинг и прогонять щуку может джериха вот но решил в этот раз приехать с двумя фидерными удилищами и попробовать мирную рыбу поймать но не получилось ничего получится в следующий раз в этом видео что справа от вас у нас проводится голосование по конкурсу которую я объявил на канале все для клёва поэтому можно поучаствовать и напоминаю что победителя определяете вы если видео было полезным ставьте лайки подписывайтесь на канал все для клёва ну а я прощаюсь с вами до скорых встреч на рыбалке всем пока всего хорошего